Приветствую вас! Ага, ага, ну как избавиться? Избавиться, конечно, с помощью психотерапии, я полагаю. Вот, тут как-то вот других вариантов не особо много, по крайней мере, если мы говорим именно про психологию, да? То есть, ну, если вы обращаетесь к психологу, например, то, естественно, это психологическая консультация, естественно, это работа некоторая. Вот. Другой вопрос, собственно, хотите ли вы эту работу, да? Хотите ли вы и готовы ли вы? Скоро, вот этот момент. Потому что, если вы не готовы, то, соответственно, вам нужно смотреть какие-то другие, может быть, более подходящие для себя способы. Вот. Потому что, в противном случае, в противном случае, получается не застыковка. Вот. А у вас много достаточно стыда, как я понял. Вот. Много достаточно подавленных чувств, вот. И, соответственно, достаточно слабо вы опираетесь, ну, на себя, вот, в контексте других людей, вот. То есть, вам свойственно, вот, чувствовать себя и так далее. Но, что такое стыдно, да? Злость обращена против себя. Вот. То есть, когда-то вы злость в себе, значит, подавили. Вот. Когда-то вы, значит, ну, здесь жили свою жизнь. Вот. А, соответственно, я обращался против вас. Ну, то есть, на вас она обращалась, словно говоря. Вот. И сейчас это вот, когда вы испытываете, например, ну, ну, не знаю, какую-то вот необходимость себя проявить, да, вы, грубо говоря, ощущаете стыд. Вот. Вот. А, нормально ли это? Ну, да. Для, вот, для человека, вот, ну, в данном случае, ну, вот, в вашем положении, находясь в садах, ну, это, вот, вполне нормальная история. Вот. Как мне кажется. Вот. Ну, потому что вы, действительно, так вот привыкли жить. Вот. Соответственно, вы пытаетесь еще, немаловажный момент, вы пытаетесь убежать, вот, от сада, от сада, вот, пытаетесь от него, кто-то дистанцироваться, вот, не проживаете его, вот. Вот. А там, в общем-то, в этом саде есть довольно важный момент, да, то есть, там, в этом саде есть важный аспект, касающийся именно ваших чувств, ваших эмоций, ваших переживаний, вот. Вот. Того, например, чего вам хочется, вот, того, например, что вам важно и так далее. Ну. Немаловажный аспект представляет собой цель общения, ну, то есть, вообще, в принципе, как или ради чего, или для чего вы приходите в общение, да. Ну, то есть, если, знаете, в чем штука, вы пытаетесь, как бы, что-то для себя подчеркнуть, то есть, вот, ну, условно говоря, там, грубо, да, если вот вы хотите что-то доказать, например, что-то доказать, допустим, себе или другим людям вы пытаетесь что-то доказать через общение, то это один момент, как, ну, как мне кажется, это один момент. Если вы общаетесь, например, ну, с человеком, чтобы человеку что-то дать, да, или, ну, просто, вот, как бы, чем-то поделиться, то это совсем другая уже история. Да, вот, и, ну, например, в случае, если вы, ну, вот, что-то даете человеку, да, к примеру, к примеру, что-то даете человеку, вот, то это, как бы, решает вопрос, там, ну, решает вопрос навязчивости, например. Ну, вот, это решает вопрос, там, контента беседы, наполнения беседы, вот, вот, это, вот, как бы, такой момент, мне кажется, достаточно важный, вот, понимаете? То есть, чувство стыда, это подавленная злость, это невыраженные личные границы и формат общения. То есть, иными словами, иными словами, вы сейчас отталкиваетесь в своем взаимодействии, может быть, глобально, может быть, в своей жизни, да, вы сейчас отталкиваетесь именно от того, что может быть интересно людям, ну, там, другим людям, к примеру. Вот, вот, а на себя вы не обращаете внимания, что интересно мне, что мне может быть интересно, как мне может быть интересно и так далее, вот. Вот, это важный момент. Поэтому на этот аспект, да, так скажем, очень важный, ну, self, self-aspect, очень важный, и, как бы, от него нужно отталкиваться, как мне кажется, если мы говорим, например, вот, про, ну, про взаимодействия, про взаимодействия, вашу взаимодействие с людьми, скажем так. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который, который задается, каким-то вот, ну, таким образом можно ответить на вопрос. И, соответственно, уже, ну, как вот, исходить, вот, исходить из этого, я думаю, я думаю. И, соответственно, из этих моментов, исходить, вот. Дальше. Я боюсь общения с людьми, обычно в компании освещиваюсь с некоторыми людьми, так, я боюсь, что меня освещают какие-то слова. Ну, вот, эээ, про страх освещения. Тоже весьма такой, я бы сказал, эээ, ну, такой, знаете, эээ, момент, эээ, тонкий момент, эээ, деликатный, вот, потому что, эээ, конечно, хотелось, эээ, хотелось бы, эээ, вас, эээ, в первую очередь, расспросить, эээ, расспросить о том, эээ, чем так страшно для вас, то, что вас осудят, да? Вот. Ну, именно для вас, эээ, чем так страшно. То есть, ну, осудят вас, допустим, и что дальше? Грубо говоря. Чем это для вас пугающе-то? Да. Вот. Это первое. Ээээ, ну, нашел. Вот. Нужно. Обратите внимание. Как мне кажется. Да? Вот. А вот. Ээээ. Дальше. Какова ваше, вот именно ваше, эээ, какое, точнее ваше, ну, участие, скажем так, ээээ, В этом осуждении, это довольно важный как мне кажется момент здесь, потому что вы же осуждают себя сами, да что ли? Люди-то вас еще не осудили, у вас безусловно опыт осуждения есть, это правда, опыт осуждения, но не в семье, а например там мамы или там кем-то еще. Понимаете в чем, знаете в чем штука, поэтому я бы вот вам хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание, это важно достаточно, потому что вы боитесь осуждения и так далее. Ну и навязчивые мысли, всегда они про определенные желания, всегда они про определенные потребности, вот. То есть, ну вот именно, навязчивость это про человека больше, именно про то, что хочется мне, это именно про то, что нужно мне, про то, что мне нуждаются и соответственно, это тоже нужно разобрать. Потому что, потому что помимо определенных мыслей ваших, вот касательно, ну, того, чего вы боитесь, например, есть какая-то еще история, другая. То есть, ну там, параллельно, грубо говоря. Вот. И это тоже нужно разбирать, как мне кажется. Вот. То есть, у вас здесь идет достаточно резкий переход, вы говорите, что у меня осудили какие-то условия, не так посмотрят. Если я что-то расскажу, мне пока что-то изменилось, не в этом фильме, я думаю, зачем я про то, что мне говорила. Ну, почему для вас здесь мнение вдруг надевально? Я боюсь осуждения того, что во мне подумать не так, а что будет то, если подумать не так? Или вы себе что-то отрицаете, что-то вы себе дефицируете. Не знаю, как избавиться от этих, от этих навязчивых мыслей, чтобы все ответственно плохо думать, избавиться от бесплатного суда и спокойно общаться с теми, с которыми они не будут. Ну, смотрите, от мыслей избавляться не нужно, эм, навязчивых. Вот. А вот, смотрите, что там, по улице бы их, например, проживать. Вот, вполне себе реально. Прямо все это сейчас честно. А не навязчиво, потому что вы их, вы их сдерживаете. Вот. Ну, как и, чтобы общаться с людьми безусловно не хочется, нужно, чтобы им было интересно. Вообще, по тематике вообще не было интересно. А вам, как мне кажется, эм, сейчас, ну, не особо, не особо, вообще. Эм, ну, как бы. Эм, интересно. Общаться именно с людьми. То есть, вам интереснее, эм, сами люди. Ой, да, да, правильно. Вам интереснее, сами люди. Понимаете? Ну, вот. Вот. Эм, нежели, чем, эм, ну, тематика вообще. Вот. Скажем так. Ну, я бы, по крайней мере, вот. Я бы, по крайней мере, так это сказал. Вот здесь. Вот. Соответственно, на это вам и нужно в первую очередь обращать свое внимание, как мне кажется. Вот. И об этом. На этом, в первую очередь, вам стоит заострить свое внимание и сконцентрироваться. Вот. С этого нужно начинать, вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и доброго. И удачи. Удачи вам.